Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава второй книги царей или царств в прежних переводах я читаю свой для библейского портала экзегет с небольшими комментариями в 13 у нас очень неприглядная история один из сыновей Давида Амнон насилует собственную сводную сестру а после чего спустя два года полный брат этой сестры Абшалом убивает Амнона а сам бежит в другую страну и интересно что Давид оказывается Давид великий завоеватель, великий царь, великий правитель оказывается бессильным внутри собственной семьи он ничего не предпринимает он боится, может быть, что сыновья как-то будут против него что у него много жен, значит, много детей и эти сыновья уже какие-то свои конфигурации строят вот такая очень интересная иллюстрация что вообще, конечно, иметь большой гарем это, наверное, приятно мужчине но порождает кучу дополнительных сложностей и 14 глава про Абшалома как мастера спецопераций очень печальная, на самом деле, история Йоавсен Церуи заметил, что сердце царя тоскует об Абшаломе полководец главный Давида, который в значительной степени правит если не государством, то, по крайней мере, управляет вооруженными силами и во многом определяет, на самом деле, политику Давида мы периодически видим Давида как очень внутренне цельного человека но вместе с тем отчасти и слабого человека, который не справляется вот с этим своим окружением Йоав послал в Тыкова за одной мудрой женщины и сказала, притворись, что скорбишь о смерти близкого оденься, соответственно, и не умощайся благовониями пусть у тебя будет вид женщины, которая давно уже оплакивает покойника а потом войди к царю и скажи ему то-то и то-то Йоав научил ее, что следовало сказать вот пророк Натан когда-то рассказал Давиду некоторую притчу и вот эта женщина из Токо рассказывает тоже притчу мы говорили тогда в связи с историей о пророке Натане что притча позволяет человеку взглянуть на ситуацию со стороны это вымышленные герои, которые что-то такое делают и на самом деле мы не очень, может быть, понимаем сначала что имеется в виду, но мы начинаем сочувствовать героям мы вкладываемся в эту историю, у нас нет такого барьера хоп, это про меня, а я прав, я оправдаюсь, я не буду этого слушать да, вот про себя часто люди не хотят та женщина из Токо обратилась к царю, поклонившись ему и па в преднемнице она воскликнула, спаси меня, царь царь спросил ее, что с тобой? она ответила, овдовела, я умер, мой муж и было у меня твоей служанке двое сыновей но они подрались в чистом поле, где некому было разнять их и вот один нанес другому смертельный удар а теперь весь род восстал на твою служанку и требует у меня, выдай нам, брата, убийцу и мы придадим его смерти за то, что он погубил брата и так погасят они последнюю искорку мою не оставив мужа моему ни имени, ни потомства на лице земли ну понятно, да, у женщины двое сыновей один убил другого, и теперь убийцу хотят казнить а у нее вообще никого не останется конечно, она против царь сказал той женщине, ступай домой, я распоряжусь о тебе но женщина из такого ответила царю на меня, господин мой царь, пусть ляжет эту вина и на дом отца моего, а царь и его престол да будут не повинны ну то есть, получается, ты прощаешь убийцу это тоже нарушение закона, да и я не хочу, чтобы ты чувствовал себя виноватым за это царь добавил, если кто скажет что-то против тебя, привези его ко мне и впредь уже не станет он приставать к тебе она ответила пусть помни, царь мой, о господи, боге твоем чтобы кровники не множили насилия, чтобы не погубили сына моего царь сказал, клянусь господом, что и волос не упадет с головы сына твоего на землю тогда женщина добавила позволь служанке твоей сказать господину моему царю еще нечто тот сказал, говори ну вот теперь она раскрывает смысл своей притчи и та женщина сказала, зачем же ты такое замыслил против народа божьего таким решением царь обвиняет сам себя, ведь он не возвращает изгнанника своего нас ждет смерть, мы как вода, пролитая на землю, которую уже не собрать то есть, кто умер, тот уже не вернется но бог не губит жизнь его замысел таков, чтобы не отвергнуть даже изгнанника вот и пришла я сказать об этом господину моему царю потому что страшит меня народ и решила твоя служанка поговорить с царем, может быть поступит он по слову твоей рабыни То есть, она говорит, это история про тебя на самом деле. То есть, это два твоих сына подрались, один убил другого. Ну, прости того, которого убил. И решила твоя служанка поговорить с царем. Может быть, поступит он по слову своей рабыни, выслушает царя, избавит свою рабыню от руки тех, кто стремится вычеркнуть меня вместе с сыном моим из Божьего удела. Ну, то есть, не оставят они потомство, их род не будет числиться среди этого Божьего удела народа Израиля. И сказала я, да будет мне в утешение слово господина моего царя, ведь что ангел Божий твой, господин мой царь, выслушает и о добре, и о зле, и да будет с тобой Господь, Бог твой. Давид, кажется, начал понимать, о чем идет речь. Царь сказал в ответ этой женщине, не скрой от меня того, о чем тебя спрошу. Женщина сказала, говори, господин мой царь. Царь спросил, уж не Юаф ли приложил ко всему этому руку? Женщина отвечала ему так, клянусь тобой, господин мой царь, ни вправо, ни влево, ни уклониться от сказанного господином моим царем, ведь это слуга твой Юаф, это он приказал мне так поступить, он научил твою служанку таким речам. Слуга твой Юаф это сделал, чтобы изменить видимость дела, но господин мой мудр, словно ангел Божий, и разумеет все, что творится на земле. Вот Давид понимает, что им манипулирует, но, в общем, не сопротивляется этим манипуляциям. Царь сказал тогда Юаву, хорошо, так и сделаю, ступай в изврате юного Афшалома, того самого сына, который оказался убийцей своего брата. Юаф поклонился царю, пафниться на землю и благословил царя. Юаф сказал, теперь знает твой слуга, что ты благоволишь к нему, господин мой царь, раз ты решил дело слуги своего. Юаф отправился тогда в Гешур и привел Афшалома в Иерусалим. Ну а дальше-то что? Он убийца, он не наказан, но принимать его как царского сына. Царь велел, пусть он возвращается в свой дом, но со мной пусть не встречается. Афшалом вернулся в свой дом, но с царем он теперь не встречался. Не было во всем Израиле другого такого красавца, как Афшалом, от подошвы до макушки. Не было в нем никакого изъяна. Когда он стриг волосы на голове, он их стриг время от времени, потому что было ему тяжело носить их. Да, то есть обычные люди не стриглись долго. То он взвешивал состриженные, и бывало в них 200 шекелей веса. Это больше двух килограммов по царской мере. Очень пышная шевелюра. У Афшалома родилось трое сыновей, одна дочь, которую звали Тамара. Она выглядела красавицей. Дочь назвал честь своей сестры, с которой все вышло нехорошо. Афшалом жил в Иерусалиме два года, но с царем он так и не встречался. Потом он послал за Явом, чтобы отправить его к царю, но тот не захотел пойти. Афшалом такой изгой. И он хочет выйти из этого положения. Хочет вернуть в себя царское достоинство, достоинство наследника престола. Тогда он велел своим слугам участок Юава подлима его, а на нем как раз ячмень. Ступайте, сожгите его. И слуги Афшалома сожгли этот участок. Тогда Юав отправился домой к Афшалому и спросил его, зачем твои слуги сожгли тот участок, который принадлежит мне? Афшалом ответил, да ведь я посылал за тобой, просил прийти, чтобы отправить себя к царю. Я хотел спросить, для чего я пришел из Гешура? Лучше бы мне там и оставаться. А теперь я хочу встретиться с царем. И если я в чем виновен, пусть казнит меня. Так что Юав пошел к царю и предсказал ему это. Тот позвал Афшалома. Он явился к нему и поклонился царю до земли, а царь расцеловал Афшалома. Такая длинная, сложная история про восточный царский двор. И в этой истории получается, что Давидом манипулируют откровенно. Что вокруг него действующие силы Юав, командир его войска. Женщина, которую Юав подучивает, как ей говорить. Его сын, который вернулся, но царь ему не рад, похоже. И все они проводят какую-то свою политику. А Давид пытается среди всего этого выловировать и как-то найти какую-то такую форму жизни, чтобы никому не было плохо и обидно. И кажется, у него это не получится. А Афшалома можно ждать многого. И в 15 главе мы узнаем чего.